СПИД не отступает. Количество ВИЧ-инфицированных с каждым годом растет. Так, в Архангельске за последние 25 лет выявлены почти 1300 больных. Главные меры, которые должны остановить рост количества заболевших, это контроль за безопасностью донорской крови, тестирование на наличие ВИЧ-инфекций, а также профилактическая работа. На реализацию этих мер задействованы все силы Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора и медицинских учреждений. Вот такое межведомственное взаимодействие позволяет нам противостоять инфекции, организовывать профилактические мероприятия прежде всего, организовывать лечение тех пациентов, которые имеют это заболевание. В зоне риска люди, употребляющие наркотики, а также новорожденные дети, чьи матери носители вируса иммунодефицита. В России зафиксированы факты, когда здоровые люди заражались вирусом в больницах, например, после переливания крови. Надо отметить, что в нашем регионе таких случаев не было. На случаи инфицирования ВИЧ-инфекции медицинских организаций, за весь период регистрации ВИЧ-инфекции в нашем регионе не зарегистрированы. Хотя в других регионах Российской Федерации эти случаи имеют быть. Сегодня специалисты еще раз напоминают всем, что ВИЧ – это не приговор. Инфицированный человек может жить нормальной жизнью, а проверить себя на наличие инфекции можно в Центре борьбы со СПИДом, который теперь расположен в Архангельском кожно-венерологическом диспансере. Вадим Федосеев, Денис Линчевский, Регион 29.